Научно-технологический парк – площадка, где развиваются инновационные проекты из различных сфер этой промышленности, образования и медицинские услуги и многое другое. Здесь происходит процесс перевода научных поисков и идей на практические рельсы. Научно-технологический парк основной своей задачей видит развитие предпринимательской деятельности, содействие развития предпринимательской деятельности в научно-технической и инновационной сферах. Мы такой своеобразный мостик между наукой и практикой. Психотерапевтический центр Сергея Шиманского в числе резидентов с сентября 2016-го. Если говорить о том, чем занимаются его специалисты в нескольких словах, то получится примерно следующее. Здесь помогают сделать жизнь человека легче, но вместе с тем насыщеннее и интереснее. Специализация центра – это облегчать жизнь людей. Вот если так говорить в общем, это так. И это происходит такими направлениями. Во-первых, это психотерапия, психология, с помощью людям разобраться в тех сложных ситуациях, в которые они попали. Кроме того, у нас работает детская студия, в которой мы сейчас находимся, в которой дети развиваются, растут, учатся читать, познавать себя. В ряду многочисленных направлений деятельности центра Шиманского два проекта инновационные. Ничего подобного нет в стране. К примеру, зеркальная терапия. Она направлена на восстановление функции организма человека, перенесшего так называемые мозговые катастрофы. Когда человек кладет парализованную руку в зеркальный ящик, у нас разработаны есть зеркальные ящики, здоровая рука, он делает какие-то упражнения, но смотрит на отражение, и у него возникает иллюзия, что это его парализованная рука делает эти движения. И у него формируется новый центр управления, можно сказать, этой рукой взамен поврежденного старого. И через какое-то время реабилитация, восстановление этой руки парализованной становится намного быстрее, чем ее просто разрабатывать какими-то массажами и так далее. Сифания – экотехника, резидент технопарка. Уже три года основным направлением деятельности предприятия являются конструкторские разработки, а также изготовление оборудования для глубокой переработки твердых бытовых коммунальных, промышленных и сельскохозяйственных отходов. Сегодня предприятие его поставляют в страны СНГ, Европы и Азии. За годы работы нами построены заводы по переработке, в том числе за рубежом, в Республике Казахстан, Российской Федерации и в Республике Беларусь. Сейчас мы занимаемся новыми разработками касательно переработки старых шин и производством из резиновой крошки, отходов полимеров, продукции, производства технического назначения для детских игровых площадок, для кровли, для гидроизоляции, строительной индустрии и так далее. В настоящее время резидентами технопарка являются 26 предприятий и организаций, и цифра эта растет из года в год. Постепенно, но уверенно. Во многом благодаря тому, что здесь действительно стремятся создать максимально комфортные условия. Руководство парка держит руку на пульсе и находится в постоянном поиске новых идей и перспективных направлений. К примеру, сегодня при наличии спроса могут начать формировать так называемые пункты коллективного пользования научным оборудованием. Мы готовы закупать оборудование научное, чтобы им мог воспользоваться каждый, кто имеет какие-то разработки, ведет научную деятельность. И поэтому мы ждем предложений от научно-исследовательских организаций, образовательных и предприятий города по созданию, наполнению таких центров коллективного пользования. Какое оборудование нужно? Чем они воспользуются? В общем, мы ждем предложений. Анастасия Стробко, Андрей Щерба, Антон Луков, кинотелекомпания, БУК-ТВ.